Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь и ставьте лайки. А сегодня мы будем жарить котлеты куриные с сыром и с маслом сливочным и зеленью. Для этого нам понадобится вот масса сливочного, где-то грамм сто, сыр, ну, четвертый, ну, какой есть, вот, сыр, грамм сто, два яйца, масло подсолнечное, перец молотый, соль, три вот таких ломтика пшеничного хлеба, луковичка и вот укропчик, три веточки. И фарш куриный, самое главное, наша составляющая, где-то 500 грамм. Ну, поехали! Готовим нашу начинку. Порезали укропчик мелко-мелко-мелко. Вот потёрли в тёрке сыр. Теперь всё вот это мешаем. Сыр, укропчик и масло сливочное. Масло должно быть мягкое такое. Вот, это будет у нас начинка. Вот, делаем нашу начинку для котлет. Видите, вот такие будут маленькие котлетки. Котлетки будут котлетки. После этого, вот как мы сделаем их все, и мы будем, положим их в морозилку, пока делаем фарш. Набиваем яички. Где-то одну треть. Чуть-чуть побольше. Перцом на вторую. Вот, вот так вот. Одна третья чайная ложка. Теперь мешаем. Выливаем. Вот, фарш всё выливаем. Лучок белка нарезанный. Туда же. И хлебушек. Ого, пожимаем его. Курочек, чтобы не было. И чётно мешаем. Берём. Вот. Ладошку. Ладошку в воде помочить. Вот так. Прям. Вот такой блин делаем. На него вот. В серединку. И делаем вот такую. На шлёпочку. Ого. Безхорш. Теперь панировочных сухарях обваливаем. Ну и всё, пошли жарить наши котлетки. Раскаливаем нашу сковороду, наливаем матрицу. И кладём наши котлетки. Они большие получаются. Где-то грамм по 150. Смотрите, какие. Такой котлетой наешься и без гарнира. Жарим до образования корочки с двух сторон. А потом на средний, на медленный огонь. Чуть меньше среднего. Под крышкой. Вот и поджарились наши котлетки. Теперь закрываем крышкой и жарим на медленном огне. Где-то 8-10 минут переворачиваться одной и с другой стороны. Вот и пожарились наши котлеты. Вкусные, пушистые. Два раза больше обычных котлет по весу и по длине. Можно подавать с любым гарниром. Приятного аппетита! Продолжение следует...